Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мои гости утверждают, что большинство людей, которые верят в Библию, живут под гнетом губительных и нездоровых эмоций. И они уже привыкли и даже подружились с ними. Я имею в виду с этими эмоциями. Они такие ложные друзья, очень опасны, и могут саботировать ваши старания получить физическое исцеление или наладить отношения в семье. Они доведут вас до того, что вы перестанете слышать Бога и не сумеете выполнить свое предназначение, тогда как это крайне важно для каждого из нас. Но поверьте, выход есть. Наконец-то! Вы можете освободиться от этих ядовитых эмоций. Хотите узнать, как? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир, о котором мы не знаем. Есть ли жизнь после смерти? Реальны ли ангелы? Могут ли наши сны передавать послания с небес? Можем ли мы заглянуть в древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Более 35 лет Сид Рот исследует загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к нему в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Сегодня у нас в гостях мои друзья, доктор Деннис и доктор Дженнифер Кларк. Я ведь знаю вас уже такими, какие вы есть сейчас. Но, Дженнифер, мне интересно, какой ты была до замужества, до того времени, когда ты, наконец, получила помощь? А ведь она тебе была так необходима? Я испытывала постоянную тревогу, доходящую практически до приступов панической атаки. Я жила в постоянном страхе. Я успешно маскировалась и никогда не показывала эту сторону своей жизни в церкви или в профессиональном кругу. Но на самом деле я чувствовала отчаяние и безысходность. Я всегда ходила с опущенной головой. Позже Деннис объяснил мне, что со мной не так. Я была христианкой, которая жила в поражении, при том, что я верила в Бога. Скажите, Деннис, ее наставник был президентом библейского колледжа и профессионально занимался душепопечительством, о чем она рассказала вам в приватной беседе. На протяжении всех ее встреч с Дженнифер, она пришла к выводу, что то и не придется рассчитывать на многое в этой сфере. Дженнифер чувствовала себя настолько ущербной и ограниченной, потому что я был пастором, и служение для меня всегда было на первом месте. Думаю, она боялась, что ей уже ничто не поможет. И несмотря на это, Дженнифер, вы тоже работали как профессиональные душепопечители. Хорошо, расскажите о вашей первой встрече. Вы оба не состояли в браке на тот момент? Вы тогда были вообще вдовой? И пришли на встречу, на групповое занятие, но на тот момент вы еще не верили в себя? Все верно, знаете, считается, что прощение — это долгий процесс. Но на самом деле тогда я еще не встречала ни одного человека, который справился бы полностью. На этой встрече у женщины случился эмоциональный срыв, который закончился на полу бурным потоком слез. Она привлекла всеобщее внимание, а я тогда подумала, что здесь не обойтись без пяти или даже десяти лет профессиональной помощи. Но Деннис подошел к ней, и здесь я, как душепопечитель, уже понимала, что он делает. Он опустился на одно колено и начал вести ее по пути, во время которого происходила целая череда эмоциональных исцелений. Все это происходило за считанные мгновения. Он разрушил твердыния в ее разуме, и демоническая активность вокруг нее прекратилась, потому что двери для врага были закрыты. Враг не может подойти к нам, пока у него нет легального доступа или разрешения. И менее чем через 10 минут эта женщина поднялась с пола и была абсолютно спокойной. Ее лицо буквально светилось от счастья. В общем, Дженнифер была очарована Даром Деннисом, пионером в этой сфере, и в итоге они вдвоем поженились. Именно так. После этого в течение нескольких месяцев они с Дженнифер ежедневно работали над несколькими сферами в ее жизни. «Дженнифер, расскажите нам, что сказала вам ваша бывшая душепопечительница при вашей встрече?» Она сказала, что произошло. Прежняя Дженнифер буквально преобразилась. Так и было. После двух месяцев нашего брака и моего ученичества у Денниса я научилась использовать духовные дары и постепенно начала разбираться с эмоциями, которые отравляли всю мою жизнь. Я хочу сказать, что любой взрослый человек имеет такой багаж из прошлого, который накопился за много лет. Я смогла за пару месяцев избавиться от этих ядовитых эмоций, и моя жизнь изменилась. И теперь уже я с трудом могла вспомнить ту неуверенную женщину, которой я раньше была. С точки зрения психотерапии, возможно ли, чтобы кто-то изменился так радикально всего за 60 дней? Нет, невозможно. Даже при самой лучшей психотерапии в мире это невозможно. Расскажите, что Бог сказал вам после вашего освобождения? Он сказал, ты должна открыть это служение для всего мира. Церковь нуждается в нем. Оно действительно снимает завесу тайны с жизнью в духе и объясняет, как побудить Иисуса в нас восполнить наши потребности. Мы даже не называем себя душепопечителями. Мы обучаем верующих. Мы тренеры. Мы учим верующих, как обращаться к Иисусу, живущему в них. Секрет в том, что Иисус легко может ответить на любые наши просьбы. И при этом прощение происходит моментально. Раз, и вы уже исцелены и прощены. Но мы знаем много христианских методик, которые нацелены на продолжительное обучение. Вы утверждаете, что и глубочайшую душевную травму на самом деле можно решить за один миг, за секунды. Секунды? Так точно? Для этого нам даже не нужно знать в подробностях историю человека. Мы тренируем людей, как обращаться к Иисусу в них самих, и тогда уже действует Он в них. Позже в нашей программе мы научим вас, как это делать. Я хочу добавить, что Министерство здравоохранения установило, что большинство, 90% болезней, возникают из-за эмоциональных проблем. То есть, если мы можем теперь разобраться с ними за считанные секунды, подумайте, что тогда станет с вашей болезнью. Вы полностью преобразитесь и переключайтесь. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно. Мой первый вопрос к вам, уверен, интересует многих. Почему так много Божьих обетований к нам, о которых мы непрестанно молим Бога, остаются неисполненными? Дженнифер, у вас есть ответ. Конечно, об этом написано в Библии, но ответ этот дает нам и наука. Научно доказано, что мы имеем два мозга. Расскажите нам об этом подробнее. Еще в 99-м году один гастроэнтеролог открыл вторую нервную систему в теле человека, которую он назвал вторым мозгом. Она находится в брюшной полости. Это система нейронов, обволакивающих все органы вашей брюшной полости. Это и есть центр, в котором возникают все наши эмоции. Получается, что у нас действительно два мозга. У нас есть аналитический мозг и эмоциональный мозг. Наш эмоциональный мозг сообщает нашему аналитическому мозгу, как мы себя чувствуем в данный момент. И тогда уже наш интеллект решает, что делать. Денис, вы говорили мне, что человек может пребывать в духе в режиме нон-стоп, круглосуточно. Можно развить свой дух до такого уровня, когда вы безошибочно будете понимать, говорит вам человек правду или нет. Расскажите нам, как это работает. Они формируются, начиная с самого момента зарождения. Младенца-христианина. Однажды, когда я находился в общении с Богом, а я очень любил пребывать в Его присутствии, передо мной вдруг промелькнуло какое-то лицо, и я потерял ощущение мира и покоя. Тогда Бог сказал мне, не позволяй ничему препятствовать нашим с тобой отношениям. Так я научился этому принципу не позволять ни одной негативной эмоции, будь то гнев, раздражение на кого-нибудь или другие эмоции. Главное, не позволять им вставать между мной и Богом. Поэтому на самой ранней стадии я научился высвобождать прощение и пресекать развитие этих уродливых проявлений души. Я мог даже представить человека, которому испытывал такую эмоцию, но уже будучи совершенно свободным от ее ядовитого воздействия. Прощение должно течь сквозь нас, как написано в Евангелии от Матфея, но также оно должно исходить от сердца. Если прощение идет и с сердцем, результатом является мир в спокойном состоянии, мы становимся способными различать, что происходит вокруг нас, хорошее или плохое. Не знаю, как вы, дорогие гости в студии, а я чувствую необыкновенное умиротворение. Прямо сейчас, когда он говорит об этом, просто мир какой-то и покой. А вы чувствуете это? Расскажите нам, каким же образом эмоциональное здоровье связано с нашим телесным здоровьем. Об этой статистике, которую вы приводили ранее. Я еще раньше пришел к такому заключению в течение нашего многолетнего служения в разных церквях по всей стране. Мы видели людей, которые раскаивались и высвобождали прощение по отношению к своим родителям, решали свои жизненные вопросы и были приятно удивлены исцелениями, о которых они на тот момент времени даже и не думали. Как я говорил, эмоциональная свобода и здоровье в целом тесно связаны друг с другом, но мы были свидетелями и настоящего целесного исцеления. Помню случай, когда один молодой человек обрел прощение по отношению к своему отцу. Он рассказывал, как годами пытался простить его. Он искренне желал этого, но это шло от головы, а не от сердца. Когда я научил его работать со своим сердцем, он несколько раз схлипнул и высвободил его. Он достиг ощущения покоя и получил исцеление от дельтонизма. Тогда даже Дженнифер, прошедшая длинный курс душепопечительства, призналась, что не ожидала такого результата. Если Бог соткал каждого из нас в чреве нашей матери, то только Он знает, как разобраться со всеми узлами и всеми неровностями нашей души. Дженнифер, а как это работает в браке? Я помню прекрасную историю о паре, которая развелась, и затем каждый из супругов по отдельности прошел долгий курс тренингов у нас. После этого они заново влюбились друг в друга и снова поженились. Разве это не сверхъестественное чудо? Дорогие гости и телезрители, если вам интересно, оставайтесь с нами, потому что после паузы мы научим вас, как получить сверхъестественное освобождение от любых ядовитых эмоций. Есть мусор в вашей душе. Можно разгрести всего за два месяца тренингов. Тогда вы станете наконец-то нормальным. Нормальным, я имею в виду, в библейском смысле этого слова. Поэтому не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Деннис, врачи утверждают, что стресс – большое зло. И все проблемы, ну, абсолютно все, именно от него, от стресса. А вы что скажете? Я скажу, что стресс может стать нашим союзником. Стресс связан с тем, что Иисус на данный момент не царствует в нашей жизни. По определению, стресс означает, что ваши эмоции находятся под контролем людей или обстоятельств. Это важно знать мужчинам, которые плохо различают свои эмоции. Когда вы в стрессе, вы не можете при этом доверять Богу. Это физиологическое и духовное в то же самое время бессилие. Понятно. Теперь научите нас, как нам взаимодействовать с нашим духовным «я», духовным человеком. Как оставаться в духе и где он, собственно, находится. Конечно. Кстати говоря, наш многодневный тренинг назван в честь Дженнифер. Я расскажу вам, как я проводил занятия с ней. Она всегда руководствовалась исключительно разумом. Прежде всего, я научил ее закрывать глаза и концентрировать сознание на брюшной полости. Она очень удивилась такому подходу. В ходе практики я понял, что она склонна все анализировать и пропускать через разум. Я сказал ей, «Дженнифер, положи руки на это место, ты по-прежнему сможешь использовать свой разум, но все твое сознание будет сконцентрировано на твоем сердце». По Библии, сердце находится в животе. Библия никогда не говорила, что оно находится в грудной клетке. Ваше сердце в животе. Оно дает вам энергию для жизни и руководит вами. Да, именно так. Я очень удивилась, когда он сказал мне, «Подчинись Иисусу». Еще он сказал то, что ты сейчас чувствуешь, это Божий мир, это плод Духа. Мы должны жить именно так. Имея это чувство, мы можем быть уверены, что пребываем в Духе, потому что Он как молодое вино. Этот мир внутри вас, как река, которая с легкостью принесет вас по этой жизни, так как это и должно быть. Это дар. Иисус никогда не заберет его у вас. Вы всегда можете войти в покой. Как спуститься в области живота? Как это происходит? Это просто. Начните переводить внимание с головы на живот с помощью своего сознания, но не позволяйте разуму преобладать. Фокусируйте внимание на животе. Наступит момент, когда вы почувствуете успокоение. Многие люди готовы заплатить бешеные деньги ради того, чтобы просто ничего не чувствовать. Каждый день они чувствуют тревогу и подавленность, даже если обладают спокойным характером. Эти практики настолько простые, что даже маленькие дети могут научиться вызывать в себе это ощущение мира и покоя. Так они смогут справляться со всеми ядовитыми эмоциями. Нужно фокусироваться на Иисусе, который находится внутри вас, тогда станет явной Божия слава. Бог ответит на все ваши нужды и потребности. То, что Он обещал вам совершится, Он покроет все ваши нужды, потому что Он имеет богатство и славу. Это доступно каждому, потому что Иисус живет в вас, Мессия в вас, и Его слава становится доступной. Вы приводите в пример колодец с ведром, да? Так мы обучаем нашему методу детей из младшей школы. Мы тоже хотим знать. Это отличное начало. Мы приводим в пример ведро. Когда вы позволяете ему упасть, вас наполняет мир. Когда вы пытаетесь поднять его на уровень головы или разума, этот механизм запускает тревогу. Расскажи им про маленького малыша. Один третиклассник сказал, «Ну, конечно, мы знаем об этом. Все знают, что в голове нет живой воды». Да, этот мальчик так и произнес. «Хорошо, Деннис, выберите волонтера из гостей и покажите нам, как же это действует». Конечно, легче показать, чем объяснить. Нам нужен человек с психологическими травмами, с серьезными эмоциональными проблемами, которые раз за разом возвращаются. У нас есть волонтер, пожалуйста, идите к нам. Благодаря моему дару развлечения могу сказать, что эта женщина страдает прямо сейчас. Проходите. «Разве это не здорово? Вы можете натренировать свой дух так, чтобы иметь дар развлечения?» Скажите, как вас зовут? Тереза. Тереза. Я использовал свой дар развлечения, поэтому могу ошибаться, но я уверен, что вы сами понимаете, что сейчас происходит. Я чувствую вашу боль. Это касается какого-то человека или ситуации. Закройте глаза, потому что именно так вам будет проще перевести ваше сознание вниз. Это человек и ситуация, связанная с ним. Вы можете рассказать об этом? Это связано с человеком. Это могу быть я? Да, это я. Ее проблема связана с ней самой, я правильно понимаю. Это также связано с какой-то вашей конкретной ситуацией, верно? Хорошо. Положите руку сюда. Прочувствуйте сейчас все эти эмоции, которые отравляют вам жизнь. За каждой нашей мыслью стоит какая-то телесная эмоция. Чтобы Иисус мог забрать ее, мы должны сразу же отдать ее Ему. Вы чувствуете ее сейчас? Кивните? Хорошо. Эмоция проявилась. А теперь позвольте Иисусу вас, тому, кто может давать прощение, пройти сквозь эту эмоцию. Иисус сказал, «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Я считаю, что это реки прощения. Сейчас вы получаете прощение для самой себя. Если бы это был кто-то еще, река потекла бы вовне. Пейте эту живую воду. Пейте прощение. Вы чувствуете мир? Да? Вы не сможете обмануть меня, потому что я чувствую ваш дух. Маленькие дети справляются с этой задачей очень быстро. Мы в церкви упускаем такую простую и важную вещь. В Евангелии от Матфея сказано, «Если не простит каждый из вас от сердца». Конечно, даже когда мы боремся с этими эмоциями годами, с помощью разума, мы делаем это искренне. Вы видите, как теперь изменилось ее лицо. Это происходит также у маленьких детей. Когда вы обретете этот мир, никогда и никто не сможет его отнять у вас. Потому что в вас живет Бог. А теперь, Тереза, скажите, как вы себя чувствуете? Лучше? Ей лучше. Когда Бог живет у вас, его мир никогда не покинет вас. Он наш мир, который нас никогда не покинет. Такое происходит, когда мы сами включаем свой разум и оставляем Бога. У меня есть вопрос к вам. Вопрос очень важный. Посмотрите на Дженнифер. Вы слышали ее историю? Вы хотите стать похожей на нее всего за 60 дней? Что скажете на это? Многие зрители сообщают о чудесах исцеления, произошедших в результате просмотра программы. В день Рождества 2012 года я так заболела, что уже была на грани смерти. Прослушав вашу программу, Сид, и включив несколько молитв ваших гостей, в этот день я была исцелена. Даже мои дети становятся ближе к Богу. Однажды они пришли ко мне в комнату, когда я смотрела вашу программу. В тот день моя дочь стала говорить на языках, а поведение моего сына полностью изменилось. Спасибо, что ведете это сверхъестественно, и спасибо за духовные знания, которые становятся доступными через вашу программу. Я повредил спину и страдал от последствий 34 года. Я смотрел выпуск программы об исцелении, и моя спина была мгновенно исцелена. Спасибо, Иисус. Если Бог коснулся вас через программу, это сверхъестественно. Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Джонатан Бернис. А вы знали, что сегодня мы становимся свидетелями чудес, которые пророки прошлых эпох так хотели бы увидеть? Не пропустите следующий выпуск с Сидом Ротом. Мы раскроем тайны древних пророчеств об одном и самых ярких признаках последних времен. Поэтому присоединяйтесь к нам в выпуске «Это сверхъестественно». Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. У Божьего «Сверхъестественного» нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть, это сверхъестественное. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!